У меня все под контролем, иди! Отлично, что бочка на нашей стороне. Я не знал, что они подкупили шпионов. На опасную зону пересекли красную черту. Его доченька нам, собственно говоря, предупредила, что ее батюшка будет настроен серьезно. И все, что он скажет, надо воспринимать серьезно. Мы, конечно, дали понять, что мы не червяки и, собственно, это ДТП. Но будем все-таки вести себя достаточно осторожно. Не хотелось бы потерять голову. Вот, ну посмотрим, во что вылетит разговор. Перед тем, как продолжить, давайте на счет три. Раз, два, три. Бручай, за ваше здоровье. И вперед. Даже яблочки на самом деле разные. И арбалетчиков, конечно. Конечно, да. Обязательно я требую застолья отряд арбалетчиков. Где твой отец? Странно. Пойду поищу его. Да, очень-очень странно. Я запру дверь. Мне это не нравится. Давайте искать выход. Не показывайте страха. Этого они и хотят. Райан за грифа. Таков, кажется. Мы будем следовать вашим указаниям, милорд. Давайте осмотримся. Может, нам удастся что-нибудь найти. Ну-ка. А попробуем открыть дверь. Самое такое, очевидное. Ну, конечно. Заперто с другой стороны. Хотели бы убить, уже бы убили. Вот что я вам скажу. Поэтому кто-то с нами в любом случае придет поболтать. Это уже слишком. Да, слишком-слишком. Действительно, охренел совсем по лестнице. Хорошо, я понял вас, ребят. Арбалеты очень убедительный аргумент. Пожалуй, я... Что задумал Лад Уайтхилл? Он сказал, что хочет перемирия. И я поверил в это. Надеюсь, я не окажусь в дураках. Помнишь, что я сказал? Не бойся. Верно. Ведь я предал вас. И знаю, как все будет. Просто слушайте меня. И все будет в порядке. Да, да, конечно. Просто какой-то ты подозрительный. Ну-ка, посмотреть на хлеб и соль. Гостеприимно. Зачем все это, если собираются предать нас? Хлеб и соль означают, что мы защищены законами гостеприимства. Он проверяет нас. Уверен. Боковая дверь. Ну-ка. Ну, конечно. Родрик. Добро пожаловать в вершину. Лад. Мне сказали, что вы очень беспокоитесь. Вы что, нервничаете? Что ты опаздываешь, Лад? Ну, что я могу сказать? Потерял счет времени. Может, начнем уже? Итак. Вина! Знаешь, как-то раз твой отец назвал вершину обителью богов. Какая кладка, говорил он. Какое мастерство! Он говорил об этом безумолку. Вершенно впечатляюще. Это так, в отличие от вашей грудной бревен. Лад, где Райан? Всегда волнуйтесь о своей семье, да? У меня тост. За семью. Нет. За справедливость. Что ж, за справедливость. Так. Рассказывай, зачем мы здесь. Бизнес железнодором процветает, Родрик. По сути, Болтоны требуют больше оружия, чем мы можем подставлять. А если Русс Болтон чего-то захотел... То есть, иными словами, вам нужна наша помощь. Не-е-е, не питай так никаких иллюзий. Вы, форестеры, практически уничтожены. Однако, вы знаете, железнодором больше, чем любой другой дом Вестероса. Какая будет жалость, если это знание будет утрачено? Помоги мне обрабатывать железноствол для Болтонов. И я удостоверю, что вы, форестеры, выживете. Конечно. Конечно. Мы помогаем тебе, ты не убиваешь нас. Как тебе? Родрик, это спасет ваш дом. Она права, я бросаю вам веревку. И просишь нас покинуть на шею и затянуть поглубь, по-по-потуже. Дай ему время, я же говорю. Я предложил тебе мир! А ты наплевал на него. Я предлагаю возможность. А ты называешь это вымогательством. Я предвидел подобное еще тогда, когда ты отказался целоваться... Целовать что-то мою... мою дочь. Вот как все будет, Родрик. Либо вы соглашаетесь на мои условия. Либо, Гриф, сравняй железный холм с землей. Да! Забавно, что ты упомянул о Грифе. Давно от него не было вестей. На что ты намекаешь? Он заперт в нашей самой темной темнице, вместе со своим гребаным гарнизоном санным, блядь. Ты не посмел. Ты принял моего сына, да, жирная свинья? Теперь моя очередь предлагать сделку. Твой сын Гриф за моего брата Райана. Мы хотим вернуть Райана сегодня же. Че, свинка, как тебе вертел? В жопе. Не мешает? Приведите мальчишку! И убейте их всех! Райан! Мама! Родрик, я думаю... Ты совсем забыл про меня! Ну, конечно же! Нет! Отец, нет! Ты что творишь? Ты принял мою плоть и кровь! Мою! Пусти его, или Гриф будет убит! Вини его, а не меня! Если хочешь увидеть Грифа живым... Думаешь, меня не насырят на Грифа! На моего сраного четвертого сына! Я прикончу тебя прямо сейчас! Потому что вы, Форестеры, ничему не учитесь! Я тебя не боюсь! Всего одно слово, Милорд! Ладно! Давай же, сделай это! Думаешь, я зову, я знаю, что ты не сможешь! Не смейте его, Родрик! Потому что несмотря на все твое притворство! Твой сын тебе не безразличен! Он называл его... Он потому что нам сказала дочь, что он называл его... Уайткилл есть Уайткилл! Да! Я про это и имел ввиду! Знаешь, Родрик? Ты прав! Райан, иди сюда! Нет! Устроим обмен на нейтральной территории! Гриф за Райана! Сын за сына! Ладно! А теперь убирайся нахер из моего дома! И да помогут нам боги, если болтаны вдруг придут за железным стволом! С тобой приятное имя дело, лад! Мне так жаль, Родрик! Еще один хуесос меня не взял на понт! Пока, свинка! И вытащи из жопы вертел! Он тебе не идет, блядь! Амиго, хуесосы! Вот она! Восточная сторожевая башня! Слушай меня, все страшники должны быть убиты, чтобы у них не было шанса зажечь маяк! А если они зажгут его, то вторжение будет проходить не так гладко, как планировалось! Только не урони его! Мне мама подарила! Ха-ха-ха! Окей! Сперва мы должны разобраться с теми двумя у ворот! У входа, вернее! Как ты думаешь, сколько там может быть людей? Трудно сказать, минимум пять, а то и больше! Одно я тебе скажу, в лоб-лоб мы их не перебьем! Это что, гарпия? Ну а что же еще? Они расставили эти золотые титьки по всему городу! Если не страшники подожгут веревку, огонь перекинется в чашу, и весь город узнает, что мы здесь! Стало быть, нельзя этого допустить! Ладно, выдвигаемся! Мой одноглазый друг! Бешка! Я обращаю на это внимание! Да я знаю, ты зарушел из жизни не так, как ты хотела, но сейчас не время для сожалений! Ты же знал, как это было важно для меня, Иширы! Ты? Все равно, все уже закончено! Ближний бой! Дай его беру на себя! Приглядывай за ней! Мне не нужна нянька! Тогда докажи! Че, неплохо! Минус двоечка! Разделимся! Первая группа должна будет привлечь через стену по скалам! А как же эти? Потом вторая группа должна остаться здесь! Она укроется за ящиками и избавится от страшников сверху! И самое главное, никто не должен вас заметить! Ну так что? Куда вы пойдете? Остаться здесь, чтобы привлечь через стену по скалам! Предоставить его к Крофту! Я, пожалуй... Я пойду в бой! Не хочу стоять с арбалетом! Попробуем перелечь через стену, но сперва расчисти нам путь! Хотя, одноглазому доверять арбалет было плохим делом! Сергей, я об этом не подумал! Черт! Надо было самому взять арбалет! Упс! Упс! Отлично! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Такс! Неужели он не услышал? Ты это слышал? Да быстрее уже руби его. Все. Мне кажется, Крофт туда стал самое простое. Что случилось? Неважно, продолжаем. Быстрее, нахрен же есть один стражник. Мы позаботимся о нем. Беру его на себя. То есть, беру его на себя. У меня все под контролем, иди. Отлично, что бочка на нашей стороне. Я не знал, что они подкупили шпионов. Так. Вот здесь очень ответственный момент. Вот эти... А, это вот там они болтают. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну? Так. Отличненько. Там еще один наверху, прям над нами. О-о-о, еще одного бешка сняла. О-о-о, еще одного бешка сняла. Быстрее! До свидания. Сверху есть еще стражники с правой стороны. Избавьтесь от них. Пусть кмельку будет открыт. Если не прорвутся, я их задержу. Мы можем все завершить здесь и сейчас. Их всего двое. Бывало и хуже. Можем сразу напасть на них. И даже зачем-нибудь... Нет, там наверху еще арбалетчики. Да, вот. Мои же ты барышки арбалетчиков? Придерживаться плана Крофта. Нет. Надо придерживаться плана Крофта. Сперва избавить от стражников сбоку. Это не та миссия, где надо просто врываться и убивать. Они начнут орать. Из бараков полезут другие пацаны. Нам это не нужно. Твою мать! Да твою мать! А, хотя бы минус один сделал я. О боже. Быстрее! Убивай этих ублюдков! Есть! Ага, там-то заперто. Я заранее все это как бы ну предвидел. Ну, здравствуйте. Супер. Миша, осторожней. Да, у блять, нет! А ну стоять! Нет, что ты как? Факер, факер! Есть! Фух! Стрела в колено. Ну что, в Скайриме? Факел! Да твою мать! Слушайте, какой он... Болты закончились. Здесь один болт в штанах. Правда, я не могу им стрелять. Его в арбалет не зарядить. Давай! Кидай в него быстрей! Я так волнуюсь. Быстрее! Да быстрее же! Я не вижу них... А, вот. Все. Давай! Еееей! Я сжигать-то нечего теперь. Что ж, достаточно оригинальное решение проблемы. А почему бы и нет? Поверить не могу, что у тебя получилось. Крофт! Крофт! Полубавьте свой тон, я пока еще жив! Кстати, нифига, какой умелый парень. Слышите? Началось! Вот так вот. И вот мы вернулись из дому Уайтхиллов. Да, милый дом. Там в вершине, я думала, что твоего брата убьют. Стоп! Погодите, мы же оставили нашего чувака, который у нас доверенный, да? Наш советник. А он в случае мне предатель ли? Он в случае мне освободил ли нашего, его сынка, Уайтхиллов. Ой! Это едва не случилось. Я испугался, когда ты назвал Лада лжецом. Но ты точно знал, что делаешь. А теперь Райан вернется домой. Он будет спать... Сто пудов, сейчас будет жопая. Я знал, что Лад ни за что не пожертвует сыном. У Уайтхилл есть Уайтхилл. Так же, как Форестер есть Форестер. Ты заставил свою семью сегодня гордиться. Мертв, смотрите! Где стража? Да, сука. Стрелы. Кровь. Прекрасно. Где Гленмор? Ройланд, походу, предатель был. Да куда все подевались? Что? Но здесь же был гарнизон наших наемных суперспецназовцев. Я думал, что если будет предатель, то они его как бы убьют. Да не грусти ты ведь, это просто шутка. Простите, мне следовало посмеяться. По-твоему, ты способна шутить лучше меня? Конечно же нет, я не хотел вас обидеть. А кто это говорит? Тогда спой мне. Блядь, это это ублюдок. Слышал? Ты написал очень другое песню своему. А в ней про меня? Послушаем ее, а? Нет. Нет? Я не стану петь. Я хочу, чтобы ты пела. А! Родрик! Этот, блядь, психопат, саный. С возвращением! Лорд Рамзи, приветствую вас в Железном Холме. Как учтиво! Теперь понятно, у кого твоя сестра научилась манерам? Мы прекрасно провели время вместе, да, Талия? Скажи, что нам было хорошо. Живо. Нам было хорошо. А ты? Мне сказали, что тебя нельзя сломить. Я решил убедиться в этом сам. Твою мать. Значит, нет, понятно, значит... Аааа, непонятно, нихера, понятно. А, короче, непонятно, предатель ли он, и что случилось, тоже непонятно. В следующем эпизоде. Этан был первым Форестером, которого я убил, но, похоже, не последним. Я не знаю, во что ты ввязался, Гарретт. О чем ты просишь моего брата? Северная Роща не такая, какую ты и представляешь. Ты называешь себя лидером, однако тебе... Тебя не уважают твои же люди. Но мы следовали вашим приказам! Это не наемники, Эшер, а убийцы. Родрик! Поверить не могу. А что я доверился ему? Я знаю, что вас с моим братом что-то связывает. Возможно, он рассказал тебе что-то. Доказывающее его вину. Похоже, тебе тоже нельзя доверять. Гарретт, ты не слушаешь меня, тихо! Все, друзья. Собственно, как-то так. Эпизод, конечно же, шикарнейший. Здесь вы видите, собственно, решение, наше решение, которое мы сделали. Стоит отметить, что единственное решение, которое было недостаточно популярным, это убийство мастера Бешки. Видите, всего 34% его убили, собственно, ручно. Что мы с вами сделали. Остальное, на самом деле, как вы видите, несмотря на достаточно радикальные решения, все-таки, в основном, как у большинства. Вот. Ну, собственно, вот как-то так. Что ж, ребят. У меня отлично. Какая-то абсолютно раздробленная кодировка. Понятно. Что я хотел сказать. Большое спасибо, друзья, что провели со мной вместе этот эпизод. Я искренне надеюсь, что вам понравилось. Жду ваших лайков. Пожалуйста, поддержите канал. Меня буду приятно удивлен, если вы это сделаете, и благодарен. Вот. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на группу встанк. В стиме есть. Я ВКонтакте, есть канал на Твиче. Там приходят прямые трансляции. Второй канал на Ютюбе, там выкладываются их записи. В общем, все ссылки в описании под видео. Касательно эпизода. Очень понравился. Наверное, один из самых лучших эпизодов, которые вот были из четырех. Он очень крутой, он очень динамичный. В нем очень много сложных решений. В нем очень много непоняток и так далее, и тому подобное. В пятом эпизоде мы узнаем, кто предатель, друзья. Видите, он говорит, не поверил, что я ему доверился. Поэтому, возможно, предатель как раз с нами был. Вот этот вот парень. Забыл его имя, который типа добряк такой, которого мы не выбрали в советнике. Вот. В общем, непонятно. Но эпизод просто шикарнейший. Ну и все. Все. Всем счастья, удачи и здоровья. Всем пока. С вами был Сергей Халье. Все самого наилучшего. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok